Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусные и полезные драники из тыквы. Очищенную от кожуры и семян тыкву натираем на мелкой терке. Вес тыквы в очищенном виде составляет 600 граммов. Дальше добавляем к ней 3 зубчика пропущенного через пресс чеснока, пол чайной ложки соли, 2 яйца, перемешиваем, подсыпаем 100 граммов муки и еще раз хорошо мешаем, пока масса не станет однородной. Затем разогреваем сковороду с маслом и выкладываем туда порции теста, примерно по пол столовой ложки. Жарим драники на среднем огне до золотистой корочки. Сначала с одной стороны, а потом и с другой. Выкладываем их на несколько минут на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Подаем к столу в горячем виде, со сметаной, с любым соусом или мясной подливой. Очень вкусные и полезные драники из тыквы готовы. Приятного аппетита! Блины получаются нежными, мягкими, эластичными. В них можно завернуть любую начинку. Небольшую тыкву мускатных сортов разрезаем пополам. Удаляем из нее все семена. Снимаем кожуру. И нарезаем произвольными ломтиками. Вес тыквы в очищенном виде должен быть 200-250 граммов. Затем перекладываем кусочки в кастрюлю. Вливаем примерно 50 мл воды. И тушим тыкву на небольшом огне 10 минут под закрытой крышкой. В это время делаем тесто. Разбиваем в миску 2 яйца. Добавляем 3 чайной ложки соли. 1 столовую ложку с горкой сахара. Пол чайной ложки корицы. Размешиваем до однородного состояния. Вливаем 200 мл кефира. Мешаем. И постепенно подсыпаем 150 граммов просеянной муки. Вымешиваем, чтобы не было комочков. И даем тесту постоять 10-15 минут. Тем временем проверяем готовность тыквы. Она должна легко прокалываться вилкой. И превращаем ее в пюре любым удобным для вас способом. Когда тесто настоится, перекладываем в него остывшую тыквенную массу. Перемешиваем. Добавляем еще 200 мл кефира. 3 чайной ложки соды. Вливаем 2-3 столовых ложки подсолнечного масла. И сразу приступаем к выпечке. Хорошо разогреваем сковороду. Смазываем ее растительным маслом. Наливаем порцию теста. Быстро распределяем его по всей плоскости. И жарим блинчики на сильном огне до золотистого цвета с обеих сторон. Уходит буквально 1 минута на каждую сторону. Готовые блинчики смазываем сливочным маслом и складываем друг на друга. Смазывать сковороду каждый раз не нужно. Достаточно перед первым блином. Из указанного количества продуктов получается 14-15 блинчиков диаметром 24 см. Вот и все. Нежные и очень вкусные тыквенные блины готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!